В работе муниципалитета есть много критерий и факторов, по которым определяют самый безопасный город области. Так, в 2016 году по всем параметрам самым безопасным городом был признан город Расказово. Работа с отделом внутренних дел не прошла напрасно. Зачастую на сессии городского совета Алексей Николаевич выходит с предложениями об укреплении материально-технической базы, что немаловажно для Расказовского отделения МВД. Профилактика предотвращения нарушений также не менее важна. Как отметил глава города, что это заслуга не только администрации, но и, несомненно, совместная работа отдела МВД «Расказовский». Самый безопасный город Тамбовской области, признан город Расказово. И вот этот переходящий колокол, он как бы из одного муниципалитета в другой муниципалитет. И вот теперь он у нас на один год. Мы, конечно, очень благодарны. Юрий Павлович вручил нам этот колокол совместно с Александром Валерьевичем. Это заслуга, в первую очередь, Игорь Валерьевич, потому что он сумел поставить работу таким образом, чтобы весь отдел был заточен на то, чтобы удовлетворять запросы наших жителей. А если жители довольны, значит, довольны и мы, довольны все, и довольна областная власть. Такую значимую награду наш город получает впервые. За весь год фиксируются все нарушения по Тамбовской области. И город Расказово отметили как самый безопасный. Игорю Валерьевичу Сетаеву и всему Расказовскому отделу вручили почетную грамоту. Сегодня была коллегия Управления Министерства внутренних дел по Тамбовской области, значит, отчет за год. И начальник управления, генерал-майор Кулик Юрий Павлович, нас с Алексеем Николаевичем пригласили и вручили вот этот переходящий приз, колокол, который возвещает о безопасности нашего населения, который проживает у нас в городе Расказово, и вот вручили совместно с губернатором. Алексей Калмаков отметил, что с начала восстановления Иоанна Богословской церкви в 2010 году жизнь в нашем городе начала налаживаться. Первым делом повесили колокола. Ведь, по словам главы, если нет в городе колокола, знак оповещения населения, то нет и самого города. Ну, где убрали колокола, наверное, как в песне говорится, что если они перестают, звонить, то и перестает вообще жить вот этот город и населенный пункт. Мне хотелось бы сказать, что год начинается удачно с получения нами такой награды. И я думаю, что это станет таким прологом дальнейшей нашей успешной деятельности. Ну, всегда в начале года символично получать подарки, вот тем более такого порядка, о признании нашего города самым безопасным городом Томбовской области, мы и в дальнейшем будем работать совместно с ОМВД России и Парагорода Рассказы Томбовской области для того, чтобы наши жители себя чувствовали комфортно. Совместными усилиями можно содержать город не только в безопасности, но и сделать самым лучшим в Томбовской области. Виктория Шишкина, Михаил Брыксин, Новости ТВ Рассказово.